Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней всё есть. Александр Сергеевич Пушкин Перевод – это больше, чем перевод. Это прорыв в будущее. Септуагент – это первый в истории перевод Библии. Авторы Нового Завета пользуются септуагентой. В этой программе языки Библии, септуагинта, сирийские и готские переводы, вульгата, перевод лютера, современные языки и переводы Библии. Мы знаем, что в оригинале Ветхий Завет, то, что мы называем Ветхим Заветом, эта часть Библии написана на семитских языках. Это древний еврейский язык, и часть Библии написана на арамейском языке. Иногда говорят язык иврит, что не совсем правильно, потому что словом иврит мы называем современный еврейский язык, на котором сейчас говорят в Израиле. В научной литературе тот язык, на котором написана Библия, называется древний еврейский язык, чтобы отличить его от современного. Конечно, они имеют общие связи, очень большие. Тот, кто знает современный иврит, может запросто понимать Библию. И часть Библии написана на арамейском. Это кусочки из книги Даниила и часть книги Неемии. Новый Завет написан на древнегреческом языке, называемом языке коине, общим греческим. Это язык уже эллинистической эпохи, когда греческий язык стал общим для всего восточного средиземноморья. Как лингва франка есть такое понятие, это общий язык для всех. Всегда существовали как сторонники переводов, так и противники переводов. Противники переводов утверждали, что Библию надо читать на том языке, на котором она написана. Только так вы обретете полноценное понимание Слова Божьего. И, в общем-то, те, кто так утверждает, они, в общем-то, правы только с одной стороны. С той стороны, что действительно, для того, чтобы понимать весь полноценный, нужен этот язык, чтобы он был твоим родным. И второй момент, который связан с древними языками, он связан с тем, что, в принципе, сегодня современный человек, у него слишком мало времени, чтобы еще потратить его на изучение языка. И тогда мы говорим, что для того, чтобы прочитать Библию, нужно использовать перевод. Первый перевод Библии, и надо сказать, что это вообще первый перевод в современном смысле, вот в нашем европейском или средиземноморском, еще даже не христианском, а античном мире, был перевод именно, что Ветхого Завета, который тогда еще никто не называл ветхим, потому что нового не было, на древнегреческий язык, который тогда тоже никто не называл древним, потому что он тогда и был современным. Это произошло в III веке до нашей эры, еще до христианскую эпоху, когда начался эллинизм, когда Александр Македонский завоевал разные территории, и не просто их завоевал, но постарался ввести там более или менее однообразную культуру, и греческий язык был, в общем-то, языком межнационального общения, и языком управления, языком культуры, ну, как русский в современной России. Да, языков много, но русский, конечно, занимает особое положение. И вот в Александре Египетской, столице эллинистического Египта, в III веке до н.э. греческие цари Птолемеи решили запустить проект по переводу священного писания или закона евреев, у них было много евреев в Александре, на древнегреческий язык, на котором все все понимали, на котором осуществлялось государственное управление. Видимо, исходили из практических потребностей. Ну, вот живут какие-то евреи, у них там какой-то свой закон, что там написано, никто не знает. Надо разобраться, потому что они по этому закону живут. Но одновременно и перевод, который был выполнен, стал для самой иудейской, еврейской общины текстом священного писания, понятным каждому. Не все знали древнееврейский или там арамейский. Часть Ветхого Завета на арамейском написана, небольшая правда. Но по-гречески уже говорили. Как сегодня в России, евреи чаще говорят по-русски, чем на каком-либо другом языке. И кроме того, этот перевод стал средством познакомить, собственно, греков. Они же не станут читать по-еврейски, зачем им это. У них свой великолепный язык, своя литературная традиция. Но они познакомились вот с Моисеевым законом, познакомились с Вестью о Едином Боге. И в общем христианство стало возможным в той форме, в которой мы его видим, в том числе благодаря этому переводу. Септуагинта – древнейший греческий перевод Ветхого Завета. Название Септуагинта восходит к легенде, изложенной в послании некоего Аристея, жившего около сотого года до Рождества Христова, а также в трудах Иосифа Флавия. Согласно этой легенде, царь Птолемей II, Филадельф, 285-246 годы до Рождества Христова, поручил 72-м израильским старейшинам перевести на греческий язык книги Моисея. Вслед за пятикнижием были переведены и остальные книги Ветхого Завета. Перевод выполнен в третьем-первом веках до нашей эры. Давайте задумаемся, Иисус, еврей, его апостолы, евреи, говорили, ну, то ли по-еврейски, то ли по-арамейски, не очень важно, но на одном из этих восточных семейских языков. А Новый Завет написан по-гречески. Почему? Потому же, почему сегодня, допустим, в России башкир, тувинец, чеченец, если захочет, чтобы его прочитали, будет писать по-русски, на языке, на котором читают многие, а не только его народ. Вот нужно было написать по-гречески для того, чтобы читали не только евреи, это было очень важно. А как писать на языке, на котором о таких вещах еще не говорится? И вот перевод с древнееврейского на древнегреческий, который называется иногда «септуагинта» от числительного «70» или перевод «70» толковников, дал такую возможность будущего христианского творчества на греческом языке, но на библейскую тему, вот на этой основе Ветхого Завета. Если обратить внимание на Новый Завет, то цитаты в Новом Завете приводятся, ветхозаветные цитаты, приводятся по септуагинте, как правило, чаще всего. То есть видно, что авторы Нового Завета пользуются септуагинтой или по памяти, или ее цитируют, но используют именно септуагинту. Не масорецкий текст, древнееврейский, а именно греческий используют. В рамках иудаизма постепенно вот это вот крыло иудействующих христиан, их становится меньше, а христиан, которые были из язычников, из празелитов, из вот этой части, их было очень много. И поскольку они в основном говорили на греческом языке, соответственно, септуагинта для христиан этой части, она становится авторитетным источником, и они именно на нее начинают ссылаться. Помимо этого, начинали появляться книги на древнегреческом уже языке. Например, книги Иудефе, книги сына Варуха, мудрости, премудрости Соломона и так далее. То есть они все появляются, Маковейская первая, вторая книги и так далее, они все появляются на уже древнегреческом языке, изначально. И они потихонечку, вот эти вот все книги на древнегреческом языке, как только был завершен перевод ветхозаветных книг, они были добавлены к септуагинте. И получился так называемый канон септуагинты. А поскольку ранние христиане, как я уже сказал, они говорили на… и христианство распространяется среди греко-говорящих, и они в основном говорят на греческом языке, то потихонечку септуагинты становятся своего рода, ну как бы, писанием, вот на тот момент, христиан. Еноху было 65 лет, когда у него родился Мафусал. Енох жил в тесном общении с Богом, и особенно после рождения Мафусала. Так было 300 лет, в которые у него родились и другие сыновья и дочери. 365 лет провел Енох на земле, живя в тесном общении с Богом. И не стало его, потому что Бог взял его на небо живым. И Авраам, которому было тогда 75 лет, покинул Харан и отправился в путь, как повелел ему Господь. И Лот пошел вместе с ним. Авраам взял с собой Сару, жену свою, Лота, племянника своего, и все имущество, нажитое имя, и тех рабов, которых они приобрели в Харане, и пошел с ними в землю ханаанскую. Придя в Ханаан, прошел Авраам по всей стране до священного места возле города Шехема, к дубу Морэ. В то время на земле той жили хананеи, но Господь явился Аврааму и сказал, «Твоим потомкам я отдам эту землю». И поставил Авраам жертвенник Господу, явившемуся ему на том месте. Так, идя с остановками, Авраам продвигался на юг Ханаана. Иногда переводчики могли не понимать текст. Мы сталкиваемся с какими-то разночтениями в септуагенте и в еврейском тексте. То есть, на уровне неправильного прочтения слов, не такого прочтения. То есть, по-видимому, некоторые слова еврейские могли быть незнакомы для греческих переводчиков, и они должны были догадываться, что они значат. Очень интересное занятие сравнивать стих за стихом еврейский и греческий текст. Потому что септуагент — это первый в истории перевод Библии. Если изначально Библия — это откровение для одного народа, для еврейского, то с одним только переводом септуагенты границы священного писания расширяются до всего этого ареала восточном Средиземноморе, там, где владели греческим языком на уровне межнационального общения и государственного языка и так далее. Один из других важных древних переводов — это перевод на сирийский. Он появляется где-то до V века. Он, видимо, уже был закончен. Он тоже очень ранний. Когда формируется письменный язык, сирийский — это диалект арамейского языка. Просто со своей письменностью, со своим алфавитом. Да, очень готский перевод. Я не помню время, но он тоже очень ранний. Готский перевод Библии, сделанный для готских племен. Это германские языки, соответственно. Этот перевод тоже древний. И он, собственно, стал основой для готского христианства, потому что готы очень быстро стали христианами. Еще в то время, когда они были в рамках Римской империи. И для них был сделан этот перевод, который, к сожалению, не сохранился полностью. Библия проникает в Рим. Первым языком христианской общины Рима был греческий. Где-то к концу IV века, по рождеству Христову, римские христиане понимают, что... Латиноговорящие христиане понимают, что нужен новый перевод. И за перевод берется один из таких отцов церкви, который мы знаем под именем Иероним. Сафроний, Евсевий и Иероним. 342-420 годы. Церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского текста Библии. Почитается в православной и католической традиции как святой и один из учителей церкви. В V веке формируется Библия, которую мы называем вульгата. Вульгата, то есть общепринятая. Вульгата делается с еврейского. В отличие от старой латинской Библии, от Ветхи с латино, где Ветхий Завет переводится с греческого языка, вульгата делается с еврейского. После Второго Ватиканского собора, который был в 60-е годы прошлого века, была принята новая редакция. Она называется «Новая вульгата». Это латинская Библия, которая еще раз была сверена. Были найдены новые рукописи. В общем, текстологически она была сверена. И вот составлена была новая редакция. Сейчас вот пользуется... Если вы хотите читать на богослужении по латыни, то будете пользоваться этой новой вульгатой. Вульгаты пользуются везде. И в Англии, и на Британских островах, и в Испании. Это центральная Библия для этого времени. С нее делались переводы на другие национальные языки. Первые. Переводы, как правило, делались в вульгате. Перевод – это больше, чем перевод. Это прорыв в будущее. Так пошло и дальше. Например, перевод Мартина Лютера на немецкий язык. Его Библия стала, по мнению специалистов в истории немецкой литературы, рождением нового немецкого литературного языка. Конечно, по-немецки писали и до того. Но не было еще такого единого стандарта. Не было ощущения, что на этом языке можно сказать обо всем. В отличие от латыни, высокого языка. И так происходит в очень многих, на самом деле, культурах. Лингвисты оценивают так, грубо говоря, 5-6 тысяч языков существует в мире. К сожалению, некоторые умирают. В том числе в нашей стране есть умирающие языки. Это языки некоторых народностей Кровенево-Севера. Там осталось, может быть, 10-20 человек. Понятно, что через 100 лет этого языка никто не будет помнить. Примерно полторы тысячи языков из этих 6 тысяч имеют свою Библию. Конечно, сюда относится большинство крупных языков. Но на многие из них, особенно в бывшем Советском Союзе, в том числе и в России, Библия переводилась только в последние десятилетия. Сегодня трудно посчитать количество переводов на немецком языке. Это что-то около порядка 100 переводов. Трудно посчитать количество переводов на английском языке. Фактически невозможно. Мы сегодня говорим о числе 500 переводов на английском языке. Причем специалистам известно что-то около сотни-сотни другой. То есть сотни переводов можно перечислить. Но остальную сотню даже специалисты не знают. Но эти переводы множатся и множатся. Это в какой-то мере даже можно назвать определенной катастрофой перевода ведения. Потому что эти переводы могут издаваться вплоть до того, что это переводы, которые корректируют Библию. Переводы, которые говорят о том, что необходимо какие-то вещи переводить не так. Парафразы тоже можно наносить переводам Библии. Это еще одна из задач. Например, перевод Living Bible возник из-за того, что отец хотел читать детям Библию. А дети не понимали той Библии, которую он читал. Тогда он стал им пересказывать Библию. Таким образом родилась идея Living Bible, живой Библии. Библия, которую свободно, спокойно читают дети. Это она непонятна. За сколько нам нужно музыкальных исполнений в консерватории? Вот сколько нам нужно? Вот сколько есть хороших музыкантов, вот столько нам и нужно. Никаких ограничений есть, не существует. Вон и день. Когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города. И орел не взмахивал крылами, звезды сжались в уши сиклуне, если точно розовое пламя, слово проплывало в ушине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъяремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший добро и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово среди земных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. Мы ему поставили пределы, скудные пределы естества. И как пчелы в улей опустела, дурно пахнут мертвые слова. Субтитры создавал DimaTorzok